Это видео отправили нам жители улицы Мерей в посёлки Эргеля. Разбушевавшаяся не на шутку река Акцай начала выходить из берегов и подтапливать некоторые дворы, как выяснилось, ещё в понедельник вечером. Накануне воды стало намного больше. По словам жителей, только на одной улице Мерей оттопило порядка десяти дворов. Жители сообщили, что неоднократно просили помощи у спасателей. Однако на все обращения получали неизменный ответ. Ничего страшного не происходит. Это всего-навсего плановый спуск воды с гор. Когда сильные дожди были, такого наводнения не было. Вообще речка была спокойная, ну чуть-чуть прибавилась вода. А здесь нету осадков, ничего нету, и такая страшная вода идёт. А что они говорят? То это несанкционированный спуск воды, то контролируемый, непонятно, что творится. Больше всего жителей этой улицы беспокоил мост, который они построили за свой счёт ещё пять лет назад. По их словам, это единственная дорога, связывающая улицу Мерей с городом. Вторую ночь жители Иргели стоят на посту и следят за тем, чтобы мост не смыло водой. Тем временем единственный сотрудник ЧАЭС, которого удалось здесь встретить, отвечать на интересующие нас и тонущих жителей вопросы, отказался. Ответы на эти вопросы мы получили только сегодня, в рамках специального брифинга. Мы учитываем количество накопленных температур, осадков за предшествующий период. И когда складывается вот такая вот опасная ситуация, то мы предупреждаем, что возможно формирование этих селей прорывного характера. Но вообще единственный способ – это, конечно, вот так за ними просто пристально наблюдать, буквально за каждым озером. И спускать периодически. И периодически именно спускать. Вот то, чем сейчас Кастерезащита и занимается. У нас образовался повышение мутности воды, но в данное время локального селевого выброса не прогнозируется. В целом Казгидромет сообщает о повышении температуры в ближайшие пять дней. В связи с этим идет интенсивное таяние снега. Соответственно, в полтора раза превышает норма расхода воды. Шана Таятенова, Йолкунжан Ашимжанов, Телеканал Алматы.